Приветствую вас! Если отвечать на ваш вопрос, скажем так, локально, то есть, непосредственно исходя из его смысла, из его элементов, да, непосредственно исходя из того, что вы спрашиваете, то мне думается, мне думается, что с этим человеком вести себя лучше по большому счёту так же, как вы бы себя вели и с любым другим мужчиной, который, ну, вас по той или иной причине, например, игнорирует, да? То есть, вам нужно вести себя так, как будто вы вообще в нём совершенно не заинтересованы, например, да? То есть, если вы будете его пытаться давить на него, если будете пытаться на него давить, вот, то я бы сказал, что ситуация будет ухудшаться в том плане, что он будет ещё больше от вас отдаляться, отдаление будет всё сильнее и сильнее и сильнее, вот, значит, пока не дойдёт откровенно до полного игнорирования вас. Опять же, если вы этого не хотите, да, то нужно действовать вот именно так. С другой стороны, с другой стороны, я понимаю, что, может быть, вам такая позиция не очень подходит, вот, ну, и вы стараетесь понять, что, как раз, когда вы ведёте себя с мужчиной своим, любовником своим, вот так, как вы ведёте, это вызывает у него ощущение, что вы целиком и полностью все предложите ему, а значит, делать, собственно, ничего и не надо для того, чтобы, ну, чтобы вас добиваться, а мужчина, он, скорее всего, с вами встречается или взаимодействует, как, ну, как и вообще с другими женщинами, только в том смысле, что они ему как-то интересны, да, интересно их завоёвывать, интересно, что они, там, ну, например, от него не зависят, допустим, и так далее, вот. То есть здесь, на мой взгляд, такая история. И тут, конечно, вам решат, да, то есть вы говорите, что вот, если я ему не буду звонить, то он, соответственно, не будет вообще, скорее всего, со мной видеться. Может быть так, может быть так. Ну, а вам нужен такой мужчина, которого, по сути, вы только поддерживаете? То есть нужен ли вам такой человек, человек? Если он нужен, если вы согласны на такое отношение к себе, то проблем я, если честно, не вижу абсолютно. То есть если вы согласны расплачиваться тем, что у мужчины будет к вам такое отношение, что вы всегда готовы, всегда доступны, всегда рады и так далее, то пожалуйста, ну, нужно понимать, нужно понимать, что за этим стоит, нужно понимать, какая цена за этим кроется, прям, понимаете, вот. И если вы готовы, если вы готовы платить такую цену, да, то тогда все в порядке, вот. Но если нет, если нет, то тогда, наверное, лучше не стоит. Вот. Потому что вряд ли, еще раз повторю, вряд ли ситуация будет, ну, улучшаться. Потому что мужчина к вам уже выработал определенное такое отношение. Вот. И мне кажется, что он его, ну, просто так он его не поменяет. Это, ну, просто это не работает так, да, не бывает такого, чтобы мужчина вот относился к женщине одним образом, а потом вдруг что-то произошло, и он стал уже относиться к ней по-другому, да. Так не бывает. Вот. 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 Это вам нужно понять. Если же отвечать на ваш вопрос глобально, да, ну, просто вот глобально отвечать на ваш вопрос, если, то здесь довольно интересная позиция стоит о том, что вы вроде как выбрали себе любовника, с которым у вас вроде как, значит, отношения только сексуальные, да, то есть, ну, вас интересует только секс, его тоже. Вот. Вот. Но при этом вы хотите быть первой среди его женщин. Вот. И мне, конечно, очень интересна данная позиция, да, то есть, откуда она у вас, именно у вас взялась, откуда она именно у вас взялась, у вас имеют место быть, понимаете ли вы, что вы пытаетесь компенсировать, скорее всего, то, чего вам не хватает при взаимодействии с твоим мужем. Вот. То есть, интересно, где вообще в этой всей ситуации ваш муж находится. Вот. То есть, как, как насчёт вообще, эм, него, да, как насчёт вашего мужа. То есть, он-то вообще где. То есть, понимаете ли вы, что наличие любовника – это следствие проблем между вами, ну, то есть, между вами и вашим мужем. Понимаете ли вы, что наличие любовника – это следствие проблем с вашей самооценкой, что, то есть, ну, вы... вы позволили себе вступить в такие отношения, то есть дело даже не в том, что это плохо, а дело в том, что вы считаете нормальным, нормальным для себя быть в жизни мужчины не единственным, не единственной. Вот. То есть вы пытаетесь, вы пытаетесь вроде как быть первой, значит, значит, ну быть первой в его списке. Вот. Но все равно быть первой в списке это не значит быть единственной. Понимаете? А вы такое впечатление, что согласны на это, согласны быть не единственной. Понимаете? В чем дело? Это, конечно, свидетельствует о том, что у вас проблема есть с самартистой. Вот. Ну и в целом отношение к проблемам, да, отношение к проблемам, которые у вас есть, это тоже очень важный момент. Вот. Так. Значит. Дальше. Ага. Вот у меня есть любовник из ЧВ. А как у вас вообще появилась идея о том, чтобы завести любовника, да? какие у вас проблемы с мужем, что вы решили завести любовника. Ага. 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 Почему вы видите, ага. Решение проблемы именно в том, чтобы завести любовника, а не в том, чтобы, например, решить вопрос, допустим, с тем же мужем вашим, да? Вот, то есть тут тоже нужно выяснять, вот, вы в данном случае преподносите это так, что просто вот у меня есть любовник, да, и всё. А для, значит, для психолога само наличие любовника это уже, по сути, проблема, вот. Ну вопрос в том, конечно, считаете ли вы это проблемой, да, вот, но тем не менее, тем не менее, чтобы вы были удовлетворены, я вначале ответил вам на ваш вопрос. Дальше, кроме меня, у него есть ещё женщина, и как минимум одна постоянная. Меня осталось, в принципе, здраво, так как видов на неё не имею. Но, наверное, мне хотелось бы, чтобы он стоял меня превыше всех своих дам, так сказать, быть любыми женой в гареме. Вот откуда у вас такое отношение, собственно, к себе? То есть откуда это желание быть любимой, как вы говорите, женой в гареме? То есть это не, это не быть единственным, да, это не быть одной, это просто, просто быть ещё одной, но первой. При том, при том, что вы имеете на него видов. То есть здесь уже есть, как бы, противоречие, что вот я видов, видов я на него не имею, да, видов, видов на него у меня нет. Но всё же хочу, чтобы вот, чтобы он меня ценил, да, ну, выше, чем других, вот. А это, это не что иное, как определённые проблемы именно у вас. То есть несоответствие, скажем так, целей, которые вы себе ставите и действий, которые вы предпринимаете для, так скажем, достижения желаемого результата. Если бы вы как раз таки имели бы виды, если бы вы имели виды на, ну, на мужчину, то в таком случае можно было бы говорить о том, что вот, значит, что вы хотите быть единственной для него. В таком случае можно. А у вас здесь идёт некая, ну, разность у вас идёт здесь. То есть хочется вам и того и того, но так, к сожалению, не бывает. То есть, на мой взгляд, вам здесь нужно сделать выбор. На мой взгляд, вам здесь нужно решить для себя, вот так, чего же я всё-таки хочу. Что же мне всё-таки нужно, вот. Мой муж, которому у меня проблемы, готовый ли я решать их, эти проблемы. Любовник, тогда в качестве кого я его воспринимаю, вот. Или всё-таки мои желания, которыми я опять же руководствуюсь при выборе своего поведения. Дальше идём. А, так. Однако я этого не чувствую. То есть, вы. А должны чувствоваться. То есть, вы говорите, что вы этого не чувствуете так, как будто он вам, не знаю, обещал, обещал, что вы будете себя так чувствовать. Вы ведёте себя так, как будто он обещал, что вы будете для него единственными. Понимаете? Это, на мой взгляд, странная позиция. То есть такое впечатление, что вы уже ему, мужчине, то есть, предъявляете за то, предъявляете ему за то, что он не действует так, как вы хотите. При этом не особо задумывается о том, а можете ли вы вообще это делать, можете ли вы вообще ему что-то предъявлять. Знаете? Вот. И мне кажется, что здесь очень важной выступает позиция по поводу ваших, опять же, желаний. Да? То есть, чего вы хотите. Вот. Самое что? С этим, мне кажется, беда-беда. Дальше. Значит так. Был момент, перестал мне звонить недели две, после чего позвонил, я сделал вещи-то занято. Занято, на фоне был шум с подружкой, мягко говоря, сказал ему, пока мне некогда. И он мне не звонил еще недели две звонил. А я сдала, конечно. И, конечно же, я ненавидел его, так думал, что раз мне звонит, значит забил на меня. Ну вот здесь, пожалуй, последняя такая серьезная проблема, на которую я, наверное, обращу ваше внимание. Это проблема с того, что вы воспринимаете на свой счет те вещи, которые происходят с вами. То есть, вы ведете себя здесь достаточно эгоистично. Вы на свой счет, вот, воспринимаете то, если, ну, если мужчина ведет себя как-то не так, как вы хотите. Вот, думая, что проблема в вас. И, конечно же, тем самым вы человека от себя просто-напросто отдаляете, потому что никому не понравится, что любое его действие принимают на свой счет. Вот, это никому не понравится, это никому не может нравиться. Вот, и я надеюсь, что вы обязательно, значит, ну, сделаете вывод, вот, и не будете, соответственно, вести себя так. Так, а то, что у вас возникают подобные мысли, это не случайно. Не случайно, это скорее говорит о том, как чувствуете себя вы и какого вы мнения о себе. То есть, дело здесь не в мужчине, а дело здесь именно вот в том, как вы воспринимаете себя, как вы видите себя. Ну, вот, как вы воспринимаете саму себя, вот, что важно. Понимаете? Потому что подобные мысли о том, что он меня не хочет, нам не звонить, я ему неинтересно. Вот, подобные мысли, они возникают, как правило, не просто так. Так, если они возникли, значит, на это есть ряд причин, вот. И эти причины, соответственно, они нуждаются в том, чтобы с ними поработать. Вот. Вот так, в принципе, можно ответить вам на ваш вопрос. Такие были основные проблемы, которые, на мой взгляд, у вас есть. Вот, вы пишите, что какой может быть секс, если я не чувствую тепла. То есть, опять же, выбор, понимаете, если вы хотите секса, да, если вы хотите секса, то тепло вам не нужно. Потому что тепло, это действительно эмоции, но эмоции, по идее, должны были быть у вас с мужем. А если с мужем у вас эмоций нет, значит, вы восполняете то, что не дает вам муж через любовника. Но любовник – это не муж. И дает он вам то, что вам нужно. Не может и не должен. Понимаете? Вот. Поэтому вы, по сути дела, стоите перед выбором, что либо вы принимаете реальность, такой, какая она есть, просто принимаете то, что дает вам любовник ваш. Либо вы уходите от своего мужа и начинаете выстраивать принципиально иные отношения, которые могут привести вас к тому, чтобы быть счастливой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.